Мы уже подчеркивали, что матование одинокого короля – хорошая школа для изучения основ взаимодействия фигур. Большое значение принцип взаимодействия сил приобретает при матовании слоном и конем. Рассматриваемый нами Эншпель представляет определенную трудность не только для начинающих. Для достижения мата при наиболее неблагоприятном расположении фигур сильнейшей стороне необходимо, как правило, около 35 ходов. В этом Эншпеле мат может быть вынужден только на шести полях доски, в одном из двух углов, доступных слону, или на смежных полях. На этой диаграмме мы имеем дело с белопольным слоном, поэтому мат может быть только на полях А8, H1, имеющих тот же цвет поля, то есть белый, или на смежных с ними А7, B8, G1, H2. Еще одна типичная заключительная позиция при матовании слоном и конем. Обращаем ваше внимание на два главных условия, без соблюдения которых достижение мата невозможно. Это во-первых. Как и при матовании двумя слонами, король с сильнейшей стороны должен обязательно находиться на расстоянии хода коня от углового поля. И во-вторых, об этом уже было сказано, мат вынуждается только в одном из двух углов, доступных слону. На предыдущих диаграммах король слабейшей стороны стоял в углу. Посмотрите, здесь черный король находится на поле смежным с угловым, а король сильнейшей стороны по-прежнему стоит на поле в ходе коня от углового поля. Обратите внимание, именно от углового поля, а не от короля соперника. Сначала рассмотрим упрощенные ситуации, когда белые уже у самой цели. Неприятельский король уже заперт в нужном углу, и следует лишь аккуратно осуществить заключительные ходы. Ход белых. Конь идет на поле А6 и угрожает черному королю. Тот уходит в угол. Это его единственно возможный ход. А белый слон делает ход на поле С6 и объявляет мат черному королю. Как видите, мат объявлен в углу, подконтрольным слону противника. А белый король находится на расстоянии хода коня от этого угла. В этой же позиции ход черных. У короля единственный ход на поле А8. Слон делает выжидательный ход на поле Е6. Точно так же это мог бы быть ход и на Ф5, Ж4, Н3. Король возвращается на Б8. Других ходов нет. Конь с поля А6 объявляет шаг черным. У короля есть опять же единственный путь в угол. И слон делает ход на поле Д5 и объявляет мат черному королю. Как видите, и перемена очередности хода не спасла черных от поражения. Еще иллюстрация завершающей стадии матования слоном и конем. Ход белых. Обратите внимание, если сейчас конь сделает ход на поле Д7, то возникнет пад. И игра закончится в ничью. Поэтому вернем коня на место и сделаем ход слоном на поле Б7. Шаг. Король уходит на поле Б8. А вот теперь конь делает ход на поле Д7 и объявляет мат черному королю. С таким же результатом конь мог сделать ход и на поле А6. Попробуйте объявить мат черному королю при условии, что ход черных самостоятельно. Мы посмотрели простейшие варианты матования, когда неприятельский король находится уже в углу доски. А сейчас мы остановимся на процессе оттеснения одинокого короля в нужный угол. Способ оттеснения, которым мы рекомендуем пользоваться, предложен около 200 лет назад известным французским шахматистом Фелидором. Позиция, изображенная на этой диаграмме, будет для нас отправной. Ее запомнить нетрудно, так как все четыре фигуры расположены на одной прямой, а конь держит под ударом безопасный для черного короля угол. Белый король приблизился к неприятельскому на самое близкое расстояние и занимает наиболее выгодное положение оппозицию. Обратите внимание на взаимодействие белых фигур. У каждой из них своя роль, и все они в игре дополняют друг друга. Задача белых оттеснить неприятельского короля в белый угол, так как слон белопольный, то есть в угол А8. Можно, конечно, и в угол А8, но он дальше угла А8. Итак, ход белых. Слон идет на поле А7, тем самым перекрывая черному королю ход на А8. И король вынужден сделать ход на единственное доступное поле Е8. Конь пошел на поле Е5, тем самым заблокировав для черных поле Д7. В этой ситуации есть два варианта ответного хода черных. Король мог бы пойти на поле Д8. Этот вариант мы рассмотрим позже. А если он возвращается на поле Ф8, то события развиваются так. Конь с поля Д7 угрожает черному королю. Обратите внимание, черный король постоянно вынужден делать только те ходы, которые оставляют ему белые. И опять у него единственный ход на Е8. Белый король делает ход на Е6, восстанавливает оппозицию, и черный король сделал ход на Д8. Белый король подтягивается за ним на Д6, черный король возвращается на Е8. Тогда слон делает ход на Ж8 и буквально выдавливает черного короля к белому углу. Тому ничего не остается, как вернуться на поле С8. Слон продолжает задуманное и встает на Ф7. И у черного короля опять есть единственный ход на С8. Конь идет на поле С5, а черный король смог временно вернуться на поле Д8. А конь занял удобную позицию на поле В7 и объявил шах черным. И у короля опять единственный ход на С8. Белый король подтянулся и восстановил оппозицию. Черный отошел на Б8. Белый король снова встал напротив черного, но у последнего появилась возможность вернуться на поле С8. Слон пошел на поле Е8 и у черного короля А5 вынужденный ход на Б8. Слон ходом на Д7 отрезает королю путь на С8 и тот встал в угол на А8. Белые загнали черного короля в угол. Теперь им нужно его оттуда не выпустить. Конь, желая лишить короля последнего шанса на отступление, сделал ход на поле С5. Черный король вышел из угла, но все-таки конец уже близок. Обратите внимание, эту ситуацию мы уже рассматривали в качестве примера, поэтому заключительные ходы известны. Конь с поля А6 объявляет шах черному королю, и черный король встает в угол. Теперь уже окончательно. Слон делает ход на поле С6 и объявляет мат черным. Как видите из этого примера, все ходы короля и слона белых преследовали одну цель – взять под контроль поля вокруг черного короля, по которым он мог бы вырваться на свободу. Менее очевидны ходы коня. Посмотрите, его маршрут, напоминающий латинскую букву W, показан на этой диаграмме. Других ходов, пока черный король не загнан в угол, конь не должен делать.